Благодаря своей эффектной внешности и прекрасной актерской игре, Ирина Мирошниченко стала одной из самых востребованных актрис советского кинематографа. Впервые появившись на большом экране в кинокартине «Я шагаю по Москве», актриса сразу покорила зрителей своим талантом и обаянием. Родилась Ирина 24 июля 1942 года в Барнауле. С детства маленькая Ира мечтала научиться играть на арфе, и хотя в итоге она поступила в музыкальную школу по классу скрипки, будущая актриса была счастлива. Помимо этого, Ирина достаточно серьезно занималась французским языком, за поем читала русскую литературу и почти все свободное время посвящала самообразованию. Во время учебы в школе Ирина занималась в студии при Театре Ленинского комсомола. Именно там она познакомилась со своим будущим мужем, драматургом Михаилом Шатровым, который был старше ее на 9 лет. Шатров тогда руководил студией и влюбился в Ирину, как только увидел ее. Молодые люди поженились в 60-м году, и казалось, что в их жизни началась счастливая пора. Михаил буквально носил свою молодую супругу на руках. Этот брак продержался долгие 12 лет, после чего было принято решение расстаться. Ирина так и не смогла простить мужу его любовной интриги на стороне. Позже Мирошниченко раскаивалась в своем решении, ведь она искренне любила Михаила, и будь она чуть мудрее и терпимее, простила бы ему все прегрешения. Вторым супругом Ирины Мирошниченко стал литовский кинорежиссер Витаутас Желакявичус. Несмотря на то, что мужчина был женат, влюбленные не смогли противостоять вспыхнувшей страсти и, как говорится, наделали дел. Желакявичус развелся со своей супругой и женился на Мирошниченко. К сожалению, этот брак просуществовал всего полгода и оставил у актрисы не самые приятные воспоминания. Третьим супругом Ирины стал актер Игорь Васильев. Хотя Мирошниченко до сих пор утверждает, что они так и не зарегистрировали свои отношения официально, многие поклонники актрисы отлично помнят эту красивую пару. Оба любили хорошую музыку и литературу, были образованы и интеллигентны. Они были созданы друг для друга, но, к сожалению, через пять лет и этот союз распался. Реальная причина расставания так и осталась тайной. В настоящее время Ирина Петровна по-прежнему ведет активный образ жизни, занимается танцами и любит путешествовать. Хочется пожелать этой замечательной актрисе здоровья, счастья и радости в жизни. На этом все. Понравился выпуск? Ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Ролик подготовил Павел, журнал «Советское кино». Смотрите хорошие фильмы!